Где-где, а в новых городских кварталах крыс быть не должно по определению. Так считают многие. Нет здесь для них никаких условий. А если наблюдается явное нашествие грызунов не только вокруг контейнерных площадок, да еще в таком количестве, то что-то пошло не так. Если раньше одну какую-то крысу ты несчастную увидишь, мимо пробегающую, то сейчас, когда ты приходишь выкидывать мусор, а их тут целая дивизия, рота, полк, не знаю, ну вот это же понятно, что им тут хорошо, и они живут и размножаются. То, что кормовая база для них расширилась, объясняет многое. Но не все. Крысы приноравливаются к другим правилам организации санитарной уборки. Как по графику, переполненные свалки становятся привычным рационом. Понять их логику несложно. Говорят, первыми с гибнущего корабля бегут крысы. Но риторический вопрос – куда они бегут? А вот здесь, на улице Борисовка, гибнущих кораблей как будто вообще нет, а крыс очень много. То есть крысы отсюда убегать не собираются. Тогда что делать людям? А если мусорка будет стоять полная и не убираться вовремя, ну вот вам и, пожалуйста, все шансы для развития и размножения. Пакеты с отходами валяются прямо на земле, естественно, и для них это доступ, да, для крыс. Прям моментальный. Пришел, нашел, поел и пошел. Вечером, когда такой час пик, да, там заезжает машина, мы паркуемся, они все прекрасно бегают вот тут. Вот тут ходят люди постоянно, тут интенсивное движение, постоянно ходят жители в магазин. Их не смущает это. Такое соседство становится все более тесным. А что приходится делать? Возьмут жители там, например, там с виллами-лопатами, вы имеете в виду, и пойти против крыс, ну это тоже абсурдно. Абсурдно, 21 век. Если с ними не бороться, то крысиные полчища будут по-любому. А что они потом дальше будут творить, я не знаю, что у них там на уме. Но с ними надо бороться. Да, полчища крыс когда-то захватывали средневековые города. И изводить их не удавалось даже с помощью чудесной флейты. Сегодня города совсем другие. Управляющая компания «Пик Комфорт» привлекает специалистов-диротизаторов. Крыс пытаются извести обработанным химикатами кормом. Даже отчеты предоставляют. А крыс становится больше. Андрей Колосов, Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Матищинский.